Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другую рубашку, вот первую, которую... Евгений Иванович, ну первая же рубашка была чудесна Ну это такая уже партийная, а вот та была, она вам так шла, такая хорошая, живая, демократичная Эй, это я? Нет А, ладно, вот эту же Обожаю романсы Не искушал дядю Записан? Да Был ведь когда-то, какой же был красивый голос Пятериховой Эдуардович, профессор эстонской консерватории, руководил у нас хором Листопадов Останавливал, пойте один Листопадов Фамилия Назвали Евгением Батюшка мой покойный Назвал почему? Потому что я родился в 1936 году Ну, а Пушкин свою поэму «Евгения Иванович» написал в 1836 году Ну это по рассказам, по моим всеми Листопадов Евгений Иванович родился в 1936 году, 20 января В станице Семикаракоровской Константиновского района, Ростовской области Отца звали Иван Петрович Он известный музыкант Известный из семьи По моим сведениям и по рассказам это дворецкая фамилия А мать у меня Ксения Федотовна Отец рождения 1906 года Мать 14 года Ксения Федотовна По фамилии она Манохина По бабушке Щербинина, по дедушке Она В начале, когда там случилось у них У них отношения не сложились с бабушкой моей По отцу Так И она меня забрала Что-то до года мне Год мне было И уехала к своей матери И разошлись они Разошлись Я после узнал уже через много лет Листопадов Иван Петрович Арестован в 1937 году По статье 58 А.Б.В. Расстрелян в 1938 году В 32 года, по-моему 32 года было ему Бабушку Отца его Я перед войной Мать меня возила Да туда мне было Четыре года где-то Бабушка была жива Мама Умылась Я ее помню И оказывается Она прожила довольно долго Мы пробыли у нее один день Вернулись от нее И началась война И немцы приходили И немцы уходили И наши приходили А меня бабушка не пускала Мы бежали посмотреть Пожар Горит все там Человек идет С ногой Кое-как ползает О, что это он? Что это? Пять лет Не было пяти Я выскочил Смотрю Кругом снег черный Подъехала машина Черная Машина Площадь Да площадь Площадь небольшая Там где магазин Цельпо назывался И оттуда вышли Немцы В черных Площах А наши уже ушли Уже не было наших Они постояли Смотрели Сели и уехали Ну Когда мы уже возвращались В этот немцы Зашла часть Да Поставили кухню В бабушке По дворе Пришли там немцы Не немцы А румыны А румыны Обыкновенные люди И пацаны Кафе на тебе Вы понимаете? У них Это Такая же Была Большая Кастроли Где они варили Кашу варили И вот Я при них пошел В первый класс Дежурил Дежурил немец Это я помню Из-за поведения У кого-то Кто-то там У него была линейка Выходил Подходил И линейка Поговорил А второй Уже наши Там же Мартыновка Недалеко Станица Мартыновка Где наша Знаменитая Кавалерийская Дивизия Кабардинская Кинулась Сабельками На танки Погибло Много Дивизии Конная Дивизия На немецкие Танки Бабушка Сидит Парень Молодой Парень На ступеньках Сидит Держит Ружье Вот так Запомнил Со штыком Она вышла На тебя Сынок Иди Иди Скорей Наши Уже Догоняй Наши У него силы Нет Он Бедитель И Проводил его За ворота Он Папа С этим Ружьем Ну Такие Сын Потом Немцы У нас Стояли На Постой В доме Бабушка У меня Просковья Григорьевна Она Знаете Как с ними общалась Ах ты И они И они И еще И так Вот Тебя сейчас Вот Так общалась Скажи Бомж Это Ж Казачья Станица Так Советская Власть Знаете Что такое Хата Не кирпичная Это Самадная С Прихожей Пол Глиняный Пол Печка Пол Пол Натирали Глиной И ждали Когда высохнет И Какими-то циноками Закрывали Не деревянные Даже Окошко Маленькое Такое Окошко Спали Одна кровать А остальные На полу Спали Мать Прибежала В хату И Закричала Война Закончилась Крит Такой И все Когда мы вышли Весь Народ Пяски И Вот так Война Маточки Наши Из рабочекрестьянской Семьи Когда мы Приехали В Дагестан Город Бойнас Это бывшая столица Дагестана Он Темир Хан Шура Сейчас Буйнакс Буйнакс Назвали в честь Пламенного Революционера В Лубе Буйнакского Это сейчас Махачкала Тогда была Столицей Недалеко Там от Буйнакска Километров десяти Был Так называемый Кутан Его называют Это как бы У нас маленькое Хозяйство Такое Кутан А нанимали Они же мусульмане А нанимали Коваровск Матушка Моя Была Там На этой Синоферме А семье было всего 30 штук А я был главным Синоферме Десять лет Десять лет Десять лет Одиннадцатый год Одиннадцатый год И мы Больше года На этом Кутане Там Немножко Буйнакска Мать Ранили Случайно Во дворе По дворе Оружием Почему Я мам В больнице И он Меня В детдоме Я пробыл Полгода Почти Больше Даже Раз Тетка приехала Забрала Там Столько было Всяких И не всяких Хулиганов В этом детдоме Издевались Друг на друг Знаете как издевались Мальчишки Вот Кровать Железная Раздевали До трусиков Трусики были Но одевали Берут Например Показать вам Между пальцем Бумажки Он спит А ему между пальцем Бумажки И Поджигают А Вон Бедные Ногами дрели Отнимали Еду Отнимали Я Закончил Два класса А В детдоме У меня Четвертый Класс Сразу Четвертый С двухклассным Образовались Четвертый Четыре класса Я Потом Когда в ремесленное училище Поступал Надо было справку Там А В ремесленное училище Брали Зачисляли Только Четвертым Классом Мне дали справку Четыре класса И Это ремесленное училище Оно где находилось? В Каспийске Строим На обед Строим На зал Как обед На ужин Везде строим Ходили Форма была А комсомол Да там Комсомол меня принимали В Каспийске В Ремеслене Принимали в городском комитете И комсомол Я же уже самодеятельностью Выставил Я первый раз На сцену Вышел Народу Ого Полный зал А я выучил Это стихотворение Изустос Вышел Прочитал Его портрет Как сейчас помню Стихотворение Прочитал И встал Вот так А вот А у меня есть за кулис Ельчанин Евгений Александрович Все Кончил Все Я говорю Все Кончил Вот так вот И пошел В оркестровую яму А там Сидели Эти Музыканты Меня вот так Ну В общем Зал закрылись Смахнули Вот такое было Первое моё выступление Хохотом было В зале Там Девят Но потом Потом Я там Ничего Сыграл Американского Полицейского Какого-то Я там Сыграл Какого-то Скетч Одна Пьеска На 15-20 минут Такие были Концерта Время Концерта Давали Вот скетч Евгений Иванович Вот в этом Мире Существуют Такие люди Которые называются Враги народа Вы про них что-то знаете Или вы про них ничего не знаете Вот эта политическая жизнь То, что называется Сталинским временем Она К мальчику Жене В это время проникает Или это Какая-то другая история Вы ее не знаете Не знаю Я ее узнал только в Севастопе А так у нас Каспийск Город Каспийск Небольшой Кородишко Закрытого типа Под колючей проволокой Понятно Выпускали торпеды Для военно-морского флота Завод выпускал И другие изделия Там В этом Каспийске Жители И работники Подписку давали А верности Советской власти Советскому Строю Понимаете Так что там не могла Никакой политики там Там все Ходили Как бы Строю Да здравствует Советская власть Туда Привезли Немцев То есть После войны Немцев Привезли Как? Так Привезли Из Германии Крупный Какой-то Завод Завод оборудования Как взяли Станки Оборудование И к нам На завод У нас завод был Ну если кто-то техники понимает Станки на трансмиссии А они Привезли Немецкие Станки Великолепные Немецкие Другой Оборудование Вместе Со специалистами С фрау С детьми С семьями И немцы Ну семей было Наверное С полсотни Если не больше Жили у нас В городе И мы С этими Пацанами Встречались И что Как это Я помню Там Как Ну Гитлер капот Гитлер капот Они бегали все Ну там лет по 7 По 8 Такие пацаны Гитлер капот Гитлер капот Чтобы мы их не побили Потом Задружили Кстати У меня до сих пор Есть приятель Живой ВДР Офицер Фаншмидт Фармилия Фаншмидт Казахстан У тебя живет? В Германии Они же потом уехали И всех отпустили Уже В 50 Каком-то там Всех отпустили Я его провожал Они много чего Сделали Хорошего В техническом плане Они жили Локально В каком-то гетто Нет Сосгород Вот в Каспийске Был так называемый Сосгород И в этом Сосгороде И немцы пленные Еще достраивали Да и немцы пленные Были Они Там несколько домов Построили Четырех-пятиэтажных Домов А расшелили их Вначале бараки Бараки были деревянные А потом В домогаже В квартирах Так что так Закончили 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 Учились Два года Токари Слесари Фрезеровщики Приезжали Так называемые Покупатели Севастополь Военный город Закрыт Закрыт Это военно-морской Завод По ремонту судов Военных Город Севастополь И вообще Крым Но там были Татары Крымские Татары Во время войны Попотали в вагоны И отправили А привезли Русские Пришли Только работали Всего там месяца три В самодеятельности Театрах Театрах Ну девушки Танцуют Фрак себе купил Касторовы Касторовы Фрак, да? Нет, я не знаю Что значит О, Тадынская шесть Самая дорогая Тогда Запрещалось На танцах Танцевать Танго Фокстрот И другие Не нашего Музыкального А мы Фокстрот Танго И танго И фокстрот Ну кто-то на меня там Ну и вот Признайся в этом А танцы Вот это танцы А вот это Да Насчет этих Вот же на тебя Бумага Вот написано Вот А кто я Нет Следователи менялись? Нет Один был Вот я Я его запомнил Он мне не то чтобы Он меня Такое впечатление Уговаривал Евгений Признайся Все равно признайся Вот так вот Такое было Признайся Ну подумай Что это Все равно тебе все Раз ты сюда попал Все равно был сын Отсюда не Вот такая Властелка Били? Не в коем случае Так Не в коем случае Наказывали А Наказывали В холодную 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 Попробую там На этом В одну Рубашонке В одних Штанишках На ночь На двое-трое суток Оттуда выходишь И вот такое Скользишь Вот это было В чем Хотели Чтобы вы признались Значит В чем В том Что вот это Было Мелкое Воровство На флоте Да А оно было Воровали Мелкое Воровали Что А дешенку С одеждой Было Бушлаты Там Шинели Брюки Перешивали Все это Это же все Военного Покроя Перешивали Рождатку Вот И у меня Бушлат Театр Нашли Театр Кстати Прокурор Просил Десять лет Дали пять И отправили Семнадцатилетнего Мальчишку В лагеря Ветлаго Кировского Комендантский Лагерь 231 Поселок Называется Лесной По этапу Пять лет По указу Не по 50 А по указу 47 А в лагере Были пацаны Были там И 16 И 17 Пацаны Вот там такая С ними С ними Нехорошая ситуация Портили Пацаны Особенно В этих лагерях Где суки Варьё Ну Это всякая Шумель Их не судить Надо было Я сразу раз Это же не люди Сколько было Тогда Таких вот Подонков Из благодарности Вспоминаю В культбригаде Вот этих Эстонцев Латыши Замечательные Хорошей культуры Люди Как вы думаете Этот театр В который вы попали Он вас спас? Думаю Да Я же немножко Поработал На певароне Здесь вот кубу надо Напилить Потом пилу ручной И обрубить И обрубить И обрубить Зимой Зимой Рукавицы Бушлат На разводе Начальнику Режима Говорят У меня Бушлат У меня там Этого Жалуются А он Стоит У меня гуси Всю зиму Босые ходят И ничего с ними А вы жалуетесь Понимаете Как В отношении Раньше В системе лагерей Существовали Театры Много сидел И актеров И музыкантов Известно Вот в такую Меня взяли В этой Байгаре Знаменитая Великая Знаменитая Была наша Киноактриса Акуневская Татьяна Кирилловна И с этим Поэтом великим Автор песни Темная ночь Только пули Свистят По степи Вся сторона Пела эту песню А он сидел Назывался Коллектор Назывался Коллектор Библиотечный Коллектор Вон там Заведующим Дядька Бушлату Обычную Капелюхи Валенки Валенки Обрезанные Валенки Валенки Просил Я приходил К нему На балалайке Чистушки Походные Чистушки Чистушки Пел Мне А я Чистушки Чистушки Засвинял Темная ночь Только пули Свистят По степи И у детской Кровати Вот это Его слово Она же звучала Знаете как Эта песня Это Автор Какая была статья 58 При вас ли он вышел Или Вы вышли Раньше Его По этапам Отправили В другой лагерь И там Освободили Бывала Такая система Вот Просидел ты Два года Тебе Из этого лагеря Переводят Другой И оттуда Уже Освободили Зрители Насколько Вот это Вот Агент Бригада Была Культ Бригада Была Востребована Ждали Да Ждали Конечно В эти три дня У них был В лагере Как бы Праздник Понимаете Когда приезжал Это Дело Вот в чем Это ж Двадцать с лишним Лагерей И Какого-то лагеря Решали За За невыполнение Плана Там Решали Так они Чуть ли не банты Устраивались Владимир Андреевич Козлов Был такой Старый актер Он говорил Евгений Вот он со мной Занимался Каждого Поэта Надо читать Так как Он По Майковскому Я сказал Аплодисмент В зале Почему Потому что Я умел читать Я же читал Четко Кажда Буквы Дул Как всегда Октябрь Ветрами Как дуют При капитализме За тройски Дули Авто И Трамы Обычные Рельсы Вызмею Майковские Да Поэмы Читал Поэмы Читал Слушали Судили Владимир Андреевич Владимир Андреевич Это же актер Провенциальный актер А Провенциальный актер Талантливый народ Талантливый народ Но он Хорошо Режиссуру Знал Ему тогда Было 60 Уже За что Я не знаю За что Ну мне сказали Что он уже третий раз Вот Он был У которого Слово Было Такое Слово Брал Слово Евгений Евгений А Не хватает Врат Обители Святой Стоял Просящий Подаянь Бедняк И Сохший Чуть Живой От Глада Жажды Страдать Куска Лишь Хлеба Он Прозил И Взор Ювлял Живую Мугу И кто-то Камень Положил Его Протянутую Руку Так я Молил Твоей Любви Слезами Горькими С тоскою И Чувства Лучшие Мои Навек Обманут Того Целоваться У меня Актрисы Я Одну Завалил Ну Кто ж Так Надо Вот так Раньше Нельзя Было Это Сейчас Они Они Жрут Друг Друг На экране Вот так Буквально Жрут А в наших Временах Нельзя Надо Было Развернуться От зрителей Так Нет А сейчас Посмотрите Фильм А музыка Какая Музыка Это Блевотина Я бы каждому из них Сказал В лицо Они Они Не поют Они Испражняют Это Вот Да Ну Прислушайтесь Слова Одна Фраза Звучит Здесь И Барабан И Барабан Угу А Я Вон У меня есть Романсы Какие Это ж Красиво Музыка Должна Быть Красивой Духовной Душевной Даже Веселенькая Маша Веселая Была Кто-то Сказал Плохой Человек Не может Быть Хорошим Писателем Поэтом Композитором Неправда Это неправда Бывает Так Отвратительный Весел Подонок А он Художник А Какой Художник А Вот Таких Художников Я встречал Дать Какие Художники Берет Карандаш Лис бумаги Десять листов Вперед Смотри И Откладывай Откладывай Десять штук Подавай Он Тот же самый Раз Два Три Три Испанка Тонцует Телега Запраженная Вот Там Знаете Это художник Ну еще один вариант Говорил только матом Он Другие слова не знал А человек хороший Добрый Отзывший Что это Это наша Русь Наша Вот такая она Козлов Козлов Владимир Андреевич Он был Вот Бывают же люди Красивые Но неприятно Этот был некрасивый Но такой Располагающий Дедок был Прелесть Какой человек Хороший Я Остался Но его в другой Лагерь Вы сказали Что вы ездили по лагерям Вообще Все округи Был какой-нибудь Лагерь Который отличался По своему Закону Какой? Два Не один Один был Житский лагерь Где сидели исключительно Пятьдесят восьмая статья Вон У меня там подружка была В втором месте Сидела Она там сидела В этом женском лагерь Понял Пятьдесят восьмая статья Русские Немки Белорусы Французы Англичане Эстонцы Латышки И прочее Вот такая смесь была Лагерь Восьмсот Семсот Семсот Чем-то Чем-то Женский лагерь Они работали На стерках работал На полях Пришли Они с работы В бушлатах Уставшие И вечер Наступал Концерт Мы же приехали с концертом, появлялись дамы, дамы, шикарнейшие одежды, разрешили же одежду свою пить, а то же не разрешали, каждый был номер, бушлат там или что, а то разрешили, и вот они появлялись, и мы после концерта давали бау, а кавалеров-то было у нас всего мало, на расход кавалеры были. У меня много было там интереснейших, вот Дина, я показал, вышла замуж за ангельчанином, сразу после победы, уехала в Англию, жила в Англии 2-3 года, по маме соскучилась, с папой, приехала, взяла гостевую в Москву к маме, с папой, бабах, 25 лет, 25 лет, она приехала оттуда как обаятельничая, ну знала, конечно, несколько языков, она сказала по образованию, педагог, вот он в Ветлах, управление Ветлахом, Вервеин, Вервеин, ну моложе не было, тогда ездили в немцы, немка волжская, они высланы были туда, когда немцы наступали, да, немцы всех выставили туда, в Сибирь, у нас же много немцев было, Вервеин, у нее отец был там главным пекарем в поселке, а я же потом еще экспедитором там работал, экспедитором, после того, как распалась Кульберяда, я два месяца работал экспедитором. 20-й съезд партии и развенчание культа личности, как это в вашей жизни происходит и что вы об этом думаете? А я тогда и не думал об этом, ну все правильно, товарищ Сталин, до свидания, прощаюсь со своей системой, новое поколение пришло, но оно не пришло, извините, те же старики, те же опять сели, те же самые, а что, изменилось что-нибудь после 20-го, а? Что изменилось? Ну и вот все-таки из Мавзолея, это Венеса. Ну и что? А что? А кто выносил? Кто? Хрещев, который подписывал эти расстрелянные списки на Украине, да? Вот этот пузатый этот дурак, дурак был самый настоящий, который, я был в Нью-Йорке и был в Организации Министерных Наций, я был в этом зале, где он, дурак этот, снял ботинок и я этот ботинок видел, там он на выставке, там, знаете. А потом в Риме, шикарнейший, у меня номер в Риме с видом, у меня две комнаты и кабинет, я говорю, Женька, ну, надо же так. И я вспоминал свой отец, вот это вот, пшивое, голодное, в этом шикарном наборе, снимки есть в Нью-Йорке, в Бостоне. А есть такой роман, Фадеева, может, слышал это, Фадеева, роман, он у меня есть. Там есть хороший матриус о маме, читает о маме, и вот там слова последние, а морал, там страница целая. Когда я читал в воровских лагерях, воры, воры, не вори, а воры сидят. А я за сценой, а Вейкин Марк Соломонович, мне за сценой на скрипке. А ведь придет час, когда ты у могилы матери скажешь, мама, прости меня, положи на голову руки, как в детстве, и прости. А сцену из зала кричали, ну, падла, я его зарежу сейчас. Ну, правда, потом подходили, говорят, ну, ты, а пацан, ну, молодец, ну, спасибо тебе. Потому что не было же людей, не было в жизни человека, который бы не обидел свою мать. Так ведь, да? Мамы обязательно бежали. И вот в этом отрывке там все сказано. Субтитры создавал DimaTorzok